Время навести лоск. В Беларуси пройдет республиканский субботник. В год исторической памяти особое внимание уделят местам боевой славы. Как стать частью эко-челленджа? Искусство обмана. МВД предупреждает о новой схеме телефонных мошенников. Это коренный развод бабушек. Кто попался на крючок? Идеальный голос. Заслуженный любительский коллектив Беларуси готовится встретить 30-летие. Крутила-крутила, кроме как опашина, она и ничего не придумала. Чем удивят зрителей? А также социальная стратегия, пассивная кампания и Страстная пятница. Католики и протестанты вспоминают смерть и муки распятого Христа. Ставка на патриотическое воспитание. Президент провел встречу с главой администрации и ректором Полоцкого университета. Олег Романов возглавляет региональный вуз чуть больше года. До этого его педагогическая и научная карьера долгое время была связана с Гродно. Член Совета Республики рассказал о задачах, которые сегодня решают высшие учебные заведения. С вашей точки зрения, что мы еще тут не дотянули, не сделали молодежь и общественные организации, их роль в обществе. И как усилить эту роль общественных организаций с учетом недавней истории, особенно 2020 года. Вот ваш свежий взгляд на эти проблемы. Университеты должны быть культурными центрами, в которых происходит не только профессиональное, но и личностное, социальное и идеологическое воспитание молодежи. Именно в такой миссии вузов заинтересован Александр Лукашенко. Ничего святого. МВД предупреждает о новой схеме телефонных мошенников. Аферисты представляются близкими родственниками, сообщают, что попали в аварию. От лица следователя просят передать доставщику, либо перевести на счет крупную сумму денег, якобы для погашения ущерба. Очередных курьеров в несчастье задержали в столице. На чужой доверчивости они заработали 60 тысяч долларов. Если бы все вернуть назад, конечно, я бы не стал так делать. Не стал даже рисковать бы. Если бы знал наверняка, тем более, что это калимый развод бабушек, я бы в жизни не стал этим заниматься. Не за какие деньги. Одна из потерпевших отдала аферистам свыше 21 тысячи долларов. Вторая – более 10. Еще один пенсионер потерял 3 тысячи. Возбуждены уголовные дела за мошенничество. Время взяться за грабли. В Беларуси 16 апреля пройдет республиканский субботник. Все силы бросят на приведение в порядок мест боевой и воинской славы. Заработанные деньги направят на капитальный ремонт мемориала «Хатынь». Карина Гуревич подготовилась к большой уборке. До самого чистого и масштабного челленджа остается меньше 24 часов. Республиканский субботник Бобруйск не может остаться в стороне. По традиции коллективы предприятий и организаций наведут порядок на своих рабочих местах. В год исторической памяти особое внимание уделят местам боевой славы. В частности, братской могиле воинов погибших в годы Великой Отечественной. Вечному огню. Акцент на общее благоустройство и озеленение. Принять участие в субботнике может каждый. Организаторы позаботятся о безопасности. Всем проведут инструктаж по охране труда и выдадут инвентарь. Заработанные деньги направят на капитальный ремонт мемориала «Хатынь». Навести порядок – дело не одного дня. А поддерживать чистоту нужно не только в общественных местах, но и на своей территории. Причины тут не только в желании. За нарушение грозит штраф. Для граждан – до 960 рублей. Для организации и вовсе может достигать 16 тысяч. Что же необходимо делать с суббектом хозяйственным гражданам для того, чтобы не получить штраф за нарушение правил благоустройства и нарушение санитарных правил НОР? Необходимо своевременно окашивать сорную растительность, убирать мусор. Дрова, торф и так далее, то, что привозится и необходимо для жизнедеятельности кого-либо иного человека, можно хранить не более 72 часов. Есть и другой способ сделать город чище. О несанкционированных свалках, замусоренных территориях, пустующих и заброшенных домах можно сообщить в Центр гигиены и эпидемиологии по почте на экране. К адресу желательно приложить фотографии. Засияет ли родной край новыми красками – зависит от каждого. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Отменены запрет сахарный песок и снежная суббота. В Беларусь идет похолодание. Когда уже наступит весна? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Минтранс отменял весеннее ограничение на республиканских дорогах для большегрузов. Это связано с благоприятными погодными условиями. Однако уже с 23 мая при дневной температуре воздуха выше 25 градусов допускается максимальная нагрузка на одиночную осенью более 6 тонн. Мера будет действовать до 31 августа. В стране продолжается посевная кампания. Всего заготовлено больше 26 миллионов тонн органических удобрений. В 2022-м для полевых работ обновили и парк аграрной техники. В основном это тракторы и комбайны отечественных производителей. В Беларуси на 60 копеек выросли цены на сахар. Причина – ситуация на рынке. Если в начале года на одного человека продавалось 1-1,5 килограмма, то теперь спрос увеличился в два раза. Стоимость продукта, к слову, не менялась и с 2016-го. Католики и протестанты отмечают Великую Пятницу. Вспоминают смерть распятого Христа. Это единственный день в году, когда в костелах не проходит служба. Но уже вечером принято собираться в храмах, чтобы провести так называемую литургию муки. В Беларусь идет похолодание. В выходные ожидается дождь, мокрый снег и ночные заморозки. Литер северный. Порывы местами будут усиливаться до 18 метров в секунду. Днем от 3 до 9 тепла. Такая погода прогнозируется до середины следующей недели. Неприглядная угроза. В Могилевской области участились случаи укусов клещей. Ежегодно в регионе к врачам обращаются около 4 тысяч человек. Каждый третий ребенок. Для попроска актуальна болезнь лайма. Только в 2021-м было 33 случая. Паукообразные в основном концентрируются вдоль тропинок. Стоит избегать высокой травы и кустарников. Одежда должна быть максимально закрытая. Чаще всего клещи детей кусают. Это ушная раковина, затылочная часть головы. Поэтому обязательно родители будьте более бдительны. Главное пользоваться репеллентами и защитными средствами. А если все-таки подцепили клеща, обязательно обратитесь к врачу. Запущенный случай может привести к тяжелым и даже самым печальным последствиям. Шинанай отмечает 30-летие. Свой юбилей театр песни встретит во Дворце искусств. Шоу пройдет в эту субботу. Начало в 3 часа дня. В программе три десятка номеров и поздравления звезд белорусской эстрады. Сейчас идут последние приготовления. Максим Кембель заглянул за кулисы. А любовь, как сон, стороной прошла. Это была любовь с первого взгляда. Так Маргарита Халатова рассказывает о своем знакомстве с Аллой Ефименко. В Шинанай она попала еще в начале нулевых. За годы творческой жизни голос Алиски прозвучал на лучших концертных площадках Белоруссии, России, Украины, Болгарии, Турции. Моя самая большая мечта была выйти на сцену Славянского базара. Даже не в качестве конкурсанта. Для меня было важно просто попасть в Витебск и постоять на этой сцене. И благодаря Али Евгению, благодаря ее труду, ее подготовке, я попала в конкурс проект с президентским оркестром Республики Беларусь. И благодаря этому я попала на сцену и Славянского базара, и Мирского замка. Свою историю Шинанай начал писать в 1992-м. За 30 лет театр песни развивался, изменялись репертуары и состав участников. Бессменным остался лишь руководитель. Благодаря профессионализму Аллы Ефименко артисты ежегодно привозят десятки наград с республиканских и международных конкурсов. Идея и название коллектива тоже принадлежит ей. Была у нас в то время такая фирма Бонош, вот я ее до сих пор вспоминаю, Бобруйская новая шина. И вот мне это название что-то так осталось в памяти, что я решила, надо мне тоже что-то с шинным связать. Крутила, крутила, и кроме как опа шина, на, и ничего не придумала. И потом шина это, шина на, это мы танцующие, играющие, поющие. И как-то вот она у нас отсюда и пошла, шина на. По традиции весной заслуженный любительский коллектив представляет на суд зрителей отчетную программу. В этом году концерт особенный, юбилейный. Пройдет он в субботу во Дворце искусств, рассчитанно шум на два с половиной часа. Больше 30 номеров, видеопоздравления коллег по цеху, сюрпризы. Мы вас всегда ждем, мы ждем вас на концерт. Приходите, отдыхайте вместе с нами. Мы вместе еще споем, как тысячи колостов. Мы счастье свое найдем, и в самых красивых слов. Не пропустите. Максим Кембель, Станислав Чичерин, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»